В прошлом году в России было произведено 1 триллион 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Этого количества хватило бы одной российской семье на 432 тысячи лет жизни. Большую часть обеспечили тепловые электростанции, которых в России 153, атомных 10, и они произвели 16% общего объема. Столько же на счету у гидроэлектростанций. На оплату электроэнергии у россиян уходит около 2% дохода. Один киловатт в среднем стоит 2 рубля 50 копеек. Но есть и рекорды. Например, в Нижнем Новгороде цена достигает 8 рублей. Однако эксперты прогнозируют, что по итогам 2011 года тарифы вырастут на 10%. Поэтому стоит задуматься о более экономном расходе энергии. Значительная часть электричества в России уходит на освещение. Средняя семья, состоящая из папы, мамы и двух детей, тратит на оплату света 100 рублей в месяц. Сэкономить можно, если вместо ламп накаливания покупать энергосберегающие. Сейчас их всего четверть из всех продаваемых в России источников света. Они значительно дороже, но и служат в несколько раз дольше. К тому же компактные люминесцентные лампы экономят до 85% электроэнергии, а соответственно и денег. Помимо материальных и энергетических затрат, освещение негативно сказывается и на здоровье. В густонаселенных районах обилие света от фонарей и светящихся рекламных конструкций негативно влияет на экосистему. Современный человек тратит впустую четверть всей электроэнергии. Чтобы не переплачивать, надо быть более внимательным. Отключенное от питания зарядное устройство для мобильного телефона сэкономит 144 рубля в год. Телевизор в режиме ожидания добавит в копилку еще 750 рублей, а компьютер и микроволновая печь 720 рублей. А на сэкономленные деньги можно запастись энергоэффективными лампочками.